Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии для вас працуя Наталья Игнатенко. Добрый вечер, глядите у гэтым выпуском. У Гомели протягивается мониторинг деяностей предприемства. Цены на другасным рынку жилья у Гомели с початку года знизились на 16%. Лепшого участкового инспектора Беларуси выбрали у Гомели. У Международный день студента молодежь и навала память героев комсомольцев. А зараз об гэтым и иншим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел пресс-конференцию для представников российских региональных сродков массовой информации. Мероприемство проводится уже у 13-й раз. У гэтым годе его удельниками стали каляста представников СМИ и блога сферы 46 регионов России. Глядите телевизийную версию пресс-конференции у вечернем эфиры беларуских телеканалов. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомели пройшел день депутата. Его удельники наведали шерах резидентов свободной экономичной зоны и обмерковали пытания социально-экономичного развития предприемства у города. Зробленными выводами потекавился Олег Синцерову. Мониторинг деятельности предприемства депутаты Гомельского городского совета проводят постоянно. На гэтый раз у центра уваги. Резиденты свободной экономичной зоны. Холопытанию, якое разглядывается от створения сприятных умов для работников до притягнения инвестиций. Вытворчее унитарное предприемство «Белшклопрам» створено в 2003 году на базе цеха завода «Каралл» по выпуску кинескопов. Тогда такая переориентация сдавалась обрунтованной. Вместо кинескопа были не особливо запотрабованными, а «Шклобутельки» шли на Урал, темлеку на российский рынок. Миновиты россияне и уклади инвестиции у створения новой вытворчиси. Сегодня на «Белшклопраме» працуют 250 работников. Причем на протягу двух опочных годов их койкость повеличивается. В этом году тут освоили выработку бутылок для виноробчей галины, что повысило шансы предприемства на стабильную работу. В администрации кажут, что ожидающих звольняться нема. Сприятные умовы працы, добрая зарплата и выполненность в завтрашнем дне. Сегодня это совсем немало. Осталось в Белоруссии три работающих стеклотарных завода. Это Гродненский стекольный завод, стеклозавод Елизова и мы. Разделение по сфере производства очень такое правильное с моей точки зрения. Гродно производит зеленую бутылку и бесцветную, Елизово бесцветную и коричневую. Мы работаем сейчас на всю пивоваренную отрасль белорусскую и винную. Замежное предприемство «Мультипак» зараз так само працует 24 годины на протягу 7 дней на тыдень. Заказов кажуть стойки, что навод не глядячи на рост объема вытворчасти, выконать усе у полном объеме просто немогчима. Середняя зарплата клят 950 рублев. Правда и потребования до дисциплины вельми жорсткие. Категорично заборонены усе перепынки, яке не предудержаны технологичным процессом. А за курение на территории предприемства у рабочий час у вогули только одно покарание – звольнение. При том, что весь вытворчий процесс постоянно контролируется видеокамерами. У администрации перекананы – это необходимо. Бо, когда не будет дисциплины, то эффективной вытворчасти не приходится. Для депутатов Гомельского городского совета это не просто информация, но вселякий выпадок. Головная задача наведывания предприемствов – доведаться реальной ситуации на вытворчасти. Причем никаких дробьев тут быть не можем. Когда принимать решения, которые оказывают реальный вплыв на стан экономики, то рабить это необходимо профессийно. Положительные черты. Будем рекламировать их. Это будет только во благо нашему городу. Я хочу еще раз пожелать всем нашим руководителям, чтобы в это трудное время не потерялись, не растерялись. И главное, людей не потеряли, а заботились о том, чтобы каждому было рабочее место и главное, чтобы оно было хорошо оплачиваемо. Кстати, вот если вернуться в рабочих местах, это тоже наша сегодняшняя самая главная такая задача. Олег Синчаров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». В наступном годе на Гомельщине плануется побудовать каля 390 тысяч квадратных метров жилья. 50 тысяч – с держпотрымкой. Утымлику для категории грамадян, які мают право купить квартиру на ильготных умовах. Як выращается питание с будовництвом жилья для шмадетных семьев, доведалась Марина Северьянова. Всю лето на Гомельщине у новой квартиры уселились 322 шмадетные семьи. В наступном годе отримать и льготный кредит на будовництво жилья смогут шмадетные семьи, які стояли на улику для опаляпшения жильевых умов не меньше к 3 годы. Як відомо, зараз размова идет только об выделении льготного кредиту на будовництво квартиры. Списанное индивидуальное будовництво по кульформироваться не будуть. Пробуем на сегодняшний день спланировать строительство жилья на 2017 год, что наставит под большое сомнение, что мы сможем это сделать по ряду причин. Основная причина, что семьи, которые состоят на учете более 3 лет, некоторые с 7, 8, 9 и так далее годов, у них не хватает, например, 10 квадратных метров жилья. То есть они родили очередного ребенка, и у них льготный кредит только составляет 10 квадратных метров. Для того, чтобы им построить даже в дополнение однокомнатную квартиру 45 квадратных метров, им государство только даст 10 метров квадратных при рождении, а 35 метров квадратных они обязаны заплатить собственными средствами. Конечно, у такой категории людей таких денег нет. В связи с этим эти люди все время отказываются от строительства жилья, эти многодетные семьи. Еще одна причина – час кошмодетных семья у них может заплатить за распроцовку проектно-кошторысной документации. Это каля 8-9 миллионов. А кроме того, не все могут знасти поручителя. Например, каля проживают у сельских населенных пунктах и мают низкий доход. Есть проблемы по включению их сегодня на строительство квартиры по госзаказу. В связи с этим вот такую задачу будем выполнять, она будет поставлена в этом году. Поэтому будем прорабатывать каждую многодетную семью. И районы будут принимать решение, что дальше с ними делать, как помочь сегодня данной семье, улучшить жилищные условия. Дарыши цены на квартиры на другосном рынке у Гомеле снизились с початку года на 16% и зараз складают у середнем 580 долларов за квадратный метр. Резкое снижение покупальницкой активности в первом квартале изменилось невеликим ростом попыту. Причим по республице ее назначены только у нашим областным центры. Колькость сделок купли-продажу выросла на 8%. Найбольшей популярностью корыстались двухпокайовые квартиры. 47% – одагульной колькости сделок. На долю однопокайовых пришлась кожная третья сделка. Марина Северьянова, Михаил Рабко, Утель, Радо и компания «Гомель». Сегодня у Беларуси означают день створения службы участковых инспекторов. С этой нагоды у Гомеле выбрали лепшего участкового Беларуси. Финальный этап 12-го республиканского огляду конкурсу собрал 7 команд с кожной в области и Минска. Икими навыками повинен володать сучасный беларуский участковый. Доведался Яуген Пабалавец. У Гомеля собрались лепшие участковые инспекторы по справах неполнолетних из всей Беларуси. В складе команды по три процедурники по каждому на керунку службовой деятельности. Майор милиции, старший участковый инспектор по справах неполнолетних из Рэшицы Деяна Грынюк перемогла в районном опотом и в областном с поборницей. Про таких супрацовников, как Деяна, кажут, что по отказности и профессионализме даст фору многим, утомлику мужчинам. И не глядите, что она женщина, пешотная и деликатная. Коли спотребятся, отказ можно дать кожному. Деяна працует участковым инспектором 10 годов. Специальность выбирала одмыслова. По-перше, адвокация и она наставник. Али в свой час вырошила, что я ей призвание стоять на варте закона и интересов громадян. Я считаю, что работа с людьми сама по себе сложная. Потому что каждый человек имеет свое видение жизни, видение той или иной ситуации, у каждого свой характер. И вот это, наверное, сложность в том, чтобы найти подход к каждому гражданину, который обратился за помощью, либо к каждому гражданину, который оказался в той или иной ситуации, требующей вмешательства сотрудников милиции. Правоохонники споворничали убегу, строльбе, боротьбе, демонстровали свое профессийное мастерство у криминалистовцы, медицинской подрыхтовцы. А так само уведание нормативных правовых актов. Их проверяли по целым спектры якостю, бы сучастный участковый повинен быть саправдым профессионалом. Ну и естественно, иметь определенный опыт житейский. Потому что на самом деле приходится вникать в судьбы людские и принимать решения. А для того, чтобы сделать правильное решение, надо на самом деле иметь этот опыт. Узнагороды пераможцы прымали 17-го листопада свое профессийное свято. Виноваты у гэтый день, в 1923-м годе, Центральное администрационное управление Народного комиссариата внутренних справ РСФСР затвердило инструкцию участковому нагляджику города, якая и заклала нормативную базу для створения и развития участковой службы. По выньках с поборництва, Деяна Гринюк стала лепшим инспектором по справах неполнолетних у складе команды Гомерской области, а лепшим участковым Беларуси другий год запар, признанный витеблянин Сергей Тихонов. В каждом конкурсе, в принципе, самое сложное это являться, наверное, знание специальной подготовки, именно нормативной базы, от которой регенерировать действия участковых инспекторов милиции. В основном вот это было самое сложное. Ну, если сказать, что сложно было в этом конкурсе, то, конечно, когда я ехал на этот конкурс, передо мной лежала большая ответственность как и перед областью, так и перед собой лично, так как я и раньше побеждал, поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы отстоять же тоже свое звание и стать снова первым. Евген Пабалавец, Валерий Гапанько, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Сегодня сусветный день не курения. Подаденных областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья зараз у регионе означается тенденция снижения колькости курильщиков. Так, с 2012 по 2015 год колькость с пожилцов Титуню в нашем регионе зменьшилась прикладно на 4%, и зараз складая коля 22%. При этом мужчины в Беларуси больше активно отмавляются от шкодной звычки. На протягу опошних двух годов смогли кинуть курить 5,5% мужчин и крыху больше за 3% женщин. Министерство Аховы Здоровья Республики Беларусь активно выступает за изменение законодательства, которое обмежевывает с пожилой Титуню. Сирот пропанов по ширине списка громадских мест, где курение заборонено. Плануется так само заборонить курение в присутствии детей в автомобилях и помешканьях. Сегодня означается Международный день студента. На Гомельщине студентский билет мают 37 700 человек. Представники всех ВНУ областного центра свято сустрели митингом для помника комсомольцам, которые загинули в часы Великой Айчинной войны. История установления Дня студента так само мает трагичные вытоки. 17 листопада 1939 года студенты Чехословакии провели демонстрацию на улицах оккупированной Праги. Немецкие солдаты разогнали демонстранта, убыли узятые под варту, а потом покараны лидеры Студентского союза. Многих отправили у концлагеры. С того часу минуло не одно 10-ти годзе, але и сенья, 17 листопада, у молодых людей корыстается повагой. Ушановать память наших земляков, які змагалися с фашизмом, пришли некальки сотни у студентов, а так само представники улады і громадських організаций. Удельники митингу вспомнили падеи минулого і усклали допомнікок ветки. То, що ми студенчество сьогодні здесь, це неслучайно. Це дань памяти погибшим студентам. Хотелось б ще раз напомнить о важності молодежи в культурі, в политіки нашого государства. Ще раз обратитися к молодежі, ну і поздравити, конечно же, всіх з цим праздником. А наперед дні Міжнародного дня студентів у Лядовым палаці пройшло масове катання. Такий подарунок для молоді подріхтовала гомельська городська організація БРСМ. У акції прайняли у дзіл більш як 150 студентів. І вони собралися, каб адзначит свято великій кампанію, активно і паспортивному. Почас флешмобу дзільники катання выстроїлися з табличками. Надпис склав віншаванне з днем студента Гомель. За що любимо студенческу житню? Ну, даже за ці мероприятия. Потому що здесь ми видим всіх своїх друзей, встречаєм здесь. Іх дуже багато. За ці мероприятия якраз такі більшість з них це не величай халява. Тобто приємно куди-то пійти, сходити. Особенно від БРСМ якісь подарочки получати. Так що це плюсы. На передні сусвєтного дня дзіцяці, які означається 20-го листопада, у Гомелі пройшов екологічний конкурс «Нашу тульны дом». Сірод ягоудзельніка у амаль 200 дзятей. Усе яны з'являються вихованцями інтернатных, спеціалізованных установ, дзятячих дамоў і соціяльних притулкаў. Ганна Ковалёва протягне тему. У першыню конкурс пройшов 11 гадоў тому. За гэтый час ягоудзельніками стали більш як 2000 дзятей, а колькостю стану, які што год проймаўть удел, выросла у тры разы. Вообще, это екологічний проект, который родился в 2002 году. Юное дарование «Экологія 21 века». Девять мероприятий в этом екологіческом проекте проходят в течение года. Это и посадка аллей, это зелёный витамин, как вы помните, да. Но у вас очень много направлений в данном проекте. Конкурс «Нашу тульны дом» накераваны на екологічное выховання простворчасть. На малюнках дзятям треба адлюстраваць свой погляд на сучасные праблемы новокольного сяродзе. Другий этап творчого споборництва – театрализованное представлени на екологічную тематаку. Свои таланты юные артысты продемонстравали на сцене областного палаца творчасти дзятей и молодзи. У нас в семье 10 дзятей. Мы воспитываем, уже работаем 10 лет. Ну, жена проработала в садике, мы своих воспитали семерих. Вот. И продолжили. Всегда, какие конкурсы, мы всегда участвуем. Им интересно в конкурсе поучаствовать, показать себя, проявить как-то. Проведение конкурса стало мягчимым, дякуючи доброохвотным охвированием, якие поступили на рахунок белорусского дзятчика фонду. На гэтые сродки набыты узнагороды для дзятей. Про гэтым незалежно от прозовых мест у подаронки подрихтовали для кожного. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». На гэтым выпуск завершенный. У студы працавала Наталья Гнатенко. Мы сочим с разведцем падею «Гомель» в области. Заставайтесь с нами.